Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О главных событиях этого морозного дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Алиса Бедарева. Смотрите сегодня в выпуске. Автобусы ломаются, техника выходит из строя, морозы крепчают. Расскажем, как бийчане переживают период резкого похолодания. Приступы кашлят до потери сознания. В городе растет число забавлевших коклюшем. Можно ли определить коварное заболевание? Часто ли должны вывозить мусор из контейнеров? В администрации Бийска ответили на вопрос, кто несет ответственность за стихийные свалки. Мороз крепчает до минус 35 и ниже. В Бийске фиксируют аномальные температуры. Синоптики прогнозируют усиление холодов до конца недели, а горожане готовятся к проблемам, которые несут за собой низкие температуры. В том числе перебои в движении транспорта. Сильные морозы внесли свои коррективы в работу улично-дорожной сети утром в понедельник. Так, к примеру, с перебоями работают маршруты 401 и 403, следующие в Первомайское и Малу-Гринёво. Пассажирам, среди которых есть и школьники, в такие морозы приходится подолгу ждать на остановках. Отклоняются от расписания частично и городские маршруты. Некоторые автобусы попросту не заводятся. Аналогичные проблемы и у автомобилистов. Многим из них приходится оставлять свои машины, пересаживаться на общественный транспорт и такси. Сильные морозы повлияли не только на работу транспорта. В учебных заведениях города занятия не отменяются, но выбор, отправлять ли в школу ребёнка, оставляют за родителями. Добавим, что аномально низкие температуры зафиксированы и в соседних регионах. До минус 58 градусов ощутили на себе жители села Курай-Кош-Агачского района. Как отмечают местные жители, из-за такого мороза на улицах насмерть замёрзли птицы. А вот гордые белые птицы спасаются от морозов в воде. С первыми серьёзными заморозками количество лебедей на озере Светлое в Советском районе увеличилось. Около тысячи грациозных птиц зимуют в этом году на Алтае. Тёплые бьющие ключи не дают замёрзнуть водоёму, поэтому температура воды не опускается ниже 5 градусов. Незамерзающее озеро Светлое уже много лет является излюбленным местом для зимовки лебедей, кликунов и диких уток. Отметим, что лебединый заказник ежегодно посещает более 30 тысяч туристов. Инфраструктура рядом с озером постепенно развивается. В этом году при поддержке губернатора края Виктора Томенко на смотровой площадке появился пункт обогрева для туристов. В минувшие выходные проверку холодом прошли не все транспортные средства. Сотрудники госавтоинспекции пришли на помощь водителю в трудной ситуации. На восьмом километре автодороги Бийск-Белокуриха в 30-ти градусный мороз автомобиль Тойота Надия вышел из строя. На сложную ситуацию, в которой оказались водитель и пассажир, обратили внимание автоинспекторы. Помогли переставить транспортное средство в безопасное место, отогрели и приобрели охлаждающий двигатель жидкость. Огромно благодарны статурникам ТПС, становившимся в 30-ти градусный мороз на трассе возле сломанного нашего автомобиля. Они поглили нам, сходили на заказку в констанции. Мы взяли антиприз и еще сопроводили до города. Огромное вам спасибо, ребята. К другим темам. Мусорное не оставляет жителей Бийска. У горожан часто нет понимания, кто куда и как вывозят их отходы. Кто убирает дворы и ликвидирует стихийные свалки. Связанные с этим вопросы растут гораздо быстрее, чем сами мусорные кучи. Как часто должны вывозить мусор из контейнеров? Что делать с крупногабаритными отходами, разбирались в следующем сюжете. Забор, бетонное основание, подъездной путь. Оказывается, именно так должна выглядеть контейнерная площадка в соответствии с действующими нормами законодательства. Место накопления твердых коммунальных отходов на территории жилого фонда должно быть безопасным для населения с санитарно-гигиенической точки зрения. А количество мусорных баков соответствует потребностям жителей обслуживаемой территории. В Бийске теория подтверждается практикой. Показательный пример – мусорная площадка на Ломоносово. Кроме контейнеров, на контейнерных площадках установлены контейнера под крупногабаритный мусор. А также на данной контейнерной площадке имеется емкость для складирования картона. Бутылки, упаковка от еды, изношенная одежда. Баки на контейнерных площадках предназначены для твердых коммунальных отходов. Это весь мусор, который образуется в жилых помещениях в процессе потребления человеком. Всё это на свалку вывозит региональный оператор. По законодательству в обязанности регионального оператора входит исключительно очистка контейнеров для складирования отходов, которые предназначены. За разграничение балансовой принадлежности коммунальной услуги по обращению с ТКО это как раз является контейнерная площадка, именно контейнер. Региональный оператор, как у нас предусмотрено постановлением 1156, несёт ответственность за мусор с момента погрузки его в мусоровоз. Таким образом, региональный оператор отвечает за отходы только с момента их погрузки. Все отходы, размещенные на контейнерной площадке помимо контейнеров, населением ввиду их переполнения, либо в принципе недлежащего исполнения своих обязанностей складирования ТКО, это зона ответственности управляющей компании. Но если с отходами, которые попадают в специальные мусорные контейнеры, всё относительно ясно, то со старыми диванами и оконными рамами дела обстоят сложнее. Этот мусор складировать в контейнеры нельзя, мусоровоз его вывозить не будет. Если площадки под крупногабарит нет, можно поставить ненужные вещи поблизости от мусорных баков, но так, чтобы они не препятствовали подъезду спецтранспорта. Не торопитесь бить тревогу, если оставленное вами кресло не увезли на следующий день. Обычный мусор по правилам вывозят ежедневно. Крупногабаритный – раз в 7-10 дней. Обязанность следить за состоянием контейнеров, контейнерной площадки в целом, отслеживать графики вывоза мусора, возложена на управляющие организации. Также управляющими организациями есть обязанность отслеживать за графиком вывоза крупногабаритного мусора. То есть установлены отдельные специальные контейнера. И обязанность следить и вывозить такие контейнера тоже возложена на управляющие компании. Проблема скопления отходов – вопрос с подвохом. Пока одни честно платят за мусор, другие его подбрасывают. Массу беспокойства населению приносят так называемые недоговорники – коммерческие организации, которые сваливают свои отходы на ближайшую контейнерную площадку. В городе еще существует большая проблема по юридическим лицам, которые не желают заключать договоры с региональным оператором. Либо заключают договоры, указывая объем накопления, там один контейнер в месяц, либо один контейнер в полгода. При этом прекрасно понимаем, что любая хозяйственная деятельность у нас является основанием для выработки отходов. И все эти отходы, которые не желают региональным операторам оплачивать какой-то хозяйствующий субъект, несутся в благополучную ближайшую контейнерную площадку. Здесь нужно понимать население о том, что таким образом мы бремя ответственности содержания этих отходов, юридического их лиц, переносим на население. Это, как следствие, могут быть и повышающиеся коэффициенты по тарифам, ну и, соответственно, перерасчет нормативов накопления. Чистые контейнерные площадки, чистый город. А чистота в этом случае лежит на трех китах. Региональный оператор, который вовремя осуществляет вывоз отходов. Управляющая организация, в чью ответственность входит чистота контейнерных площадок и территории рядом. И сами горожане, которые должны складировать мусор правильно. Специально выделенные контейнеры и места. А не сваливать рядом в надежде, что кто-то более ответственный проявит свое благородство. Кристина Чернова, Илья Пятков, Будни. А далее рекламы. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. В магазине «Ермак» новогодний ценопад. Скидки до 70% на качественные теплые куртки и пуховики. Торопитесь. Митрофаново 35, остановка вокзал. Дарите подарки вместе с «Золото России». Новогодние скидки до 50% на все. «Золото России», улица Васильева, 46, остановка «Детский мир». Реклама в «Бийске», «Бийская медиагруппа». Телефон 313115. Производство, размещение. Продолжаем выпуск. В городе растет число забавлядших коклюшем. Приступы удушливого кашлят до потери сознания и остановки дыхания. Могут повторяться десятки раз в сутки. А лечение может длиться до полугода. Такие больные лечатся в стационарах города и в инфекционном отделении ЦГБ. Как распознать коклюши, чем еще опасна болезнь, выясняла Евгения Ижутова. Инфекционисты отмечают циклические подъемы и спады заболеваемости коклюшем. Примерно раз в пять лет количество регистрированных случаев идет вверх. Несколько лет назад в инфекционном отделении ЦГБ лечились одновременно 15 пациентов. Сейчас подтвержденным коклюшем находится четыре. Заболевание известно затяжным кашлем. Сам приступ отличается от обычного кашля. Если обычно покашляли и остановился кашель. Данный приступ начинается закашливание. Кашель, кашель, кашель. Потом может такой резкий вдох, со звуком, или петушиный крик, иначе можно назвать. И снова приступ кашля. Происходит это не сразу. Острому периоду предшествует разбаливание. Первые симптомы не отличить от АРВИ. Затем похоже на бронхит, повышение температуры, учащающиеся кхыканье. Именно так все начиналось в семье Юлии. После визита гостей молодая мама почувствовала недомогание. Следом за ней новорожденная дочь. Прививку ребенку по возрасту поставить не успели. Нужно ставить прививку, а прививку ставить в три месяца. У нас по плану еще как бы месяц был. Но так как я заболела и заразила, так как я кормлю грудью, поэтому у нас тяжело все проходило. Ребенок, да, не умеет еще в два месяца толком отхаркиваться, кашлять, сопли бегут. И это все скапливается. И в это время он не может проглотить слюну. И вот начинает задыхаться. Задыхается судорогами. Это очень серьезная болячка. Я никогда не думала, что настолько у меня на руках будет ребенок задыхаться. И я ничего с этим поделать не могу. Атаки удушающего кашля могут повторяться от трех до двадцати раз в сутки. Часто сопровождаются рвотой. Приступы могут довести до потери сознания и даже остановки дыхания. Коклюшем болеют и взрослые, и привитые. Грозное заболевание угрожает подросткам, детям. Лечиться можно дома. Но самых тяжелых кладут в больницу под наблюдение врачей. Бывает быстро оккупируются приступы, бывает долго кашляют. Подростки бывают, уходят от нас, сохраняется кашель. Они могут вообще несколько месяцев еще дома кашлять. На полное выздоровление может понадобиться от нескольких месяцев до полугода. Лечат тяжелый кашель антибиотиками, рецептурными препаратами. В некоторых случаях, как при ковиде, больным показан кислород. Процесс выздоровления не ускорится под действием лекарственных препаратов. Можно только облегчить период спазматического кашля. Целью лечения является подавить кашлевой центр, чтобы вот эти кашлевые толчки были кратковременными, они не заканчивались остановкой дыхания. Вот только вот таким образом. Для этого есть специальные препараты. Они рецептурные, просто вы их в аптеке не возьмете и дома не вылечить вот эти процессы все. Инфекционисты связывают подъем заболеваемости с уменьшением коллективного иммунитета против коклюша. В России все больше людей добровольно лишают себя защиты от вот таких опасных инфекций. А еще медики добавляют, рост заболевших коклюшем обычно длится в течение полугода. А дальше летнее солнце и тепло естественным образом помогает победить инфекцию. Евгения Ежутова, Андрей Сегаев, Будни. К другим темам. Вдохновляет огонь в глазах детей. Педагог 11-й гимназии стал победителем городского конкурса «Классный руководитель года». И теперь она будет представлять ВИИСК на краевом уровне. Наша съемочная группа побывала на уроке Анны Красниковой и узнала, чем ей удается увлечь детей. Обучать других можно только если учишься чему-то новому сам. Именно с таким подходом педагог Анна Красникова подходит к своей работе. В этом году она победила в городском конкурсе от призвания к признанию. И получила титул «Классный руководитель года». Сейчас женщина преподает в своем первом учебном заведении, в котором когда-то сама сидела за партой. В гимназии номер 11. Согласно микрорайону, распределению, мама привела меня в первый класс, тогда еще в школу 11. Потом она стала гимназией, стала очень престижным учреждением. Я ее закончила. Закончила Бийский педагогический университет, факультет начальных классов и методика преподавания иностранного языка. И потом на практику мне было интересно вернуться, почувствовать себя, так сказать, с другой стороны, по другую сторону стола учительского. Ну и по окончании института меня пригласили. Была вакансия, меня пригласили работать. Конечно, я согласилась. Учитель постоянно использует в своей деятельности инновационные технологии. А потому урок русского языка в первом классе начался нетрадиционно. В гости к детям заглянул дракон Аркадий. По легенде, перед ним стоит задача – написать открытку для Якова и Яны. Только он не знает, как пишется буква Я. А потому в течение урока Анна Борисовна объясняет элементы этой буквы, учит ее правильно писать, складывать с ней слоги и слова. Детям очень нравятся такие яркие моменты. Меня очень вдохновляет видеть огонь, который загорается в глазах детей. Когда ты говоришь что-то, когда они открывают что-то новое, радовать их каждый день, совершая вместе с ними маленькое открытие. Когда ты видишь, что ребенок пришел чистый лист, а в конце обучения, в конце года, ты видишь целую картину, которую вы смогли вместе с ребенком нарисовать. Коллектив гимназии отмечает, что Анна Борисовна ответственный и честный педагог. Она любит детей и те отвечают ей взаимностью. Елочки, пенечки, елочки. Анну Борисовну отличает грамотность, компетентность, профессионализм, любовь к детям. Учитель пользуется огромным авторитетом среди родителей. Ученики очень ее любят. Также Анна Борисовна является председателем совета гимназии. Все важные вопросы, которые касаются жизнедеятельности гимназии, она обсуждает с родителями, с детьми, то есть с общественностью. Сейчас учитель готовится к следующему этапу педагогического конкурса. Перед ней стоит еще более ответственная задача. Она будет представлять БИСК на краевом уровне в номинации «Самый классный классный». Алена Кисеева, Андрей Сегаев, «Будни». А теперь расскажем о метеоситуации. 12 декабря в БИСКе будет преимущественно ясно, ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление очень высокое, влажность воздуха комфортная, возможно, слабая магнитная буря. Ночью минус 28, минус 30, днем минус 22, минус 24. И в завершении выпуска сообщаем, что понтонный мост собран и движение по нему уже открыто с сегодняшнего дня. На этом все новости. Если у вас есть предложения или наполевшие вопросы, звоните по телефону 313-507. Мы постараемся вам помочь. Не забывайте оставлять комментарии. Желаю вам прекрасного завершения рабочего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова